Специально для АВА-клуба я хотела бы рассказать несколько тенденций в проекторном направлении. Меня зовут Евгения Соколова, компания ОВИКС. Одна из основных тенденций, что сейчас больше и больше проекторов производится с лазерным источником света. Если раньше это были только инсталляционные модели, то сейчас это идет и в более низкий сегмент. Как, например, проекторы с ультра-короткофокусной или короткофокусной. Опять же, раньше, если проекторы такого плана были в полтора раза дороже ламповых, то теперь разница совсем небольшая. Например, 20-30%. Это прослеживается очень сильно, в принципе, наверное, у всех брендов, которыми мы занимаемся. Если будем говорить про источники света, то все больше оборотов набирает светодиодные. И если раньше производители не могли добиться более высокой яркости, это было всего лишь до 1000 ансилюмен, то в этом году мы видим некий прорыв в этой области, и уже яркость доходит до 2500-3000. Такого плана проекторы больше всего используются в тренажерном рынке, музейном, а также для домашнего кинотеатра. Я бы здесь, наверное, обратила внимание на несколько производителей, как, например, Барка, Аватомы и Инфокус. Что меня удивило в этом году? Очень интересный объектив сделала компания Panasonic, чего не делал раньше никто. Это ультракороткофокусная линза для одночиповых проекторов, которая сделана, скажем так, без использования зеркалов, то есть без преломления. Соответственно, нет потери ни в яркости, ни в качестве картинки. А линза — это по характеристикам 0.28 к 1. Несмотря на то, что мир не стоит на месте, в проекционных технологиях больших прорывов не было. Однако же, тоже одна из тенденций — это уменьшение веса инсталляционных проекторов при сохранении яркости, либо даже при увеличении. Мы будем рады ответить на ваши вопросы и углубиться более в детальные описания моделей. Приходите к нам в ВАУВИКС, сотрудничайте с СВ-клубом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова